Так, ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему определения налоговых обязательств по налогу на имущество в случае признания недостоверности кадастровой стоимости. Именно данная проблема была поднята в деле объединения Вымпел, и данное дело было рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам. Ну, здесь сразу следует заметить, что по сути дела данный спор, он продолжает ту проблему, которая была поднята в деле ЮМОКС. И в этом деле судебная коллегия сформулировала два важных вывода. Первый вывод – это то, что недостоверная кадастровая стоимость не может использоваться для определения налоговых обязательств по налогу на имущество. И второй важный вывод – это то, что налогоплательщик вправе обосновывать необходимость применения рыночной стоимости. И вот здесь как раз-таки и возникла проблема. Дело в том, что нежестоящие суды, и это происходит на самом деле достаточно часто, восприняли достаточно избирательно позицию по делу ЮМОКС. То есть восприняли вывод, который явно не в интересах налогоплательщика, а именно то, что недостоверная стоимость, кадастровая стоимость не может использоваться при определении налоговых обязательств. Но вместе с тем проигнорировали второй вывод, который направлен на защиту прав налогоплательщиков. И, собственно говоря, вот эта проблема, она и всплыла в деле объединения Вымпел. В данном случае в рамках апелляционной инстанции налогоплательщик как раз и пытался обосновать необходимость применения рыночной стоимости. И в данном случае налогоплательщик представил решение суда, в котором указывалась рыночная стоимость объекта недвижимости. И, кроме того, предоставил отчет оценщика. Однако апелляционный суд данные документы проигнорировал. Хотя, здесь, кстати, это интересно, апелляционный суд специально приостанавливал рассмотрение спора для того, чтобы дождаться позиции по делу ЮМАКС. Ну и, в общем-то, судебная коллегия по экономическим спорам по делу Вымпел указала на то, что действия апелляционного суда не соответствуют требованиям законодательства, ну и также не соответствуют требованиям законодательства постановление округа, которое поддержало выводы апелляционной инстанции. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что необходимо все-таки определять рыночную стоимость, если на этом настаивает налогоплательщик, в целях определения его обязательств по налогу на имущество. И в связи с этим судебная коллегия отправила дело на новое рассмотрение. В целом, на мой взгляд, каких-либо новых выводов судебная коллегия в сравнении с делом ЮМАКС в деле Вымпел не сделала. Однако дело Вымпел, оно иллюстрирует, как я уже сказал, проблему, которая достаточно часто проявляется применительно к позициям Верховного суда. А именно то, что нежестоящие суды либо в принципе не воспринимают эту позицию, либо трактуют ее как-то по-своему, либо выборочно выбирают те моменты, которые они будут применять, и те моменты, которые они не будут применять при разрешении налоговых споров. В этой связи Верховным судом достаточно часто приходится дублировать одну и ту же свою позицию. И, в общем-то, это и произошло в деле объединения Вымпел. Так, ну а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!